Здравствуйте, люди добрые! Хочу вот поделиться своим осенние работы на кухне. Я вот так вот на зиму сажаю, ну как вот, проращиваю лук. Вот здесь, посмотрите, я это опилки крупные стелю и отрезаю. Вот это я посадила неделю назад, за неделю это выросло. Сейчас там некоторые можно вот это отрезать еще раз, вот он так пророс. Можно отрезать еще, что-то там жиденькое вырастет, но больше чем два раза, ну как вот, только один раз можно отрезать. На второй раз уже жиденькое что-то такое будет. И поэтому я сажаю, ну, специально беру вот такой лук кругленький, в корзинах выбираю. Стараюсь выбирать вот такие продолговатые. Ну, продолговатых мало бывает, продолговатый лучше растет. Вот это, я его сполоснула, теперь дальше, вот у меня такая, вот, еще я заготавливаю несколько таких. Вот сюда две пригорошни крупных опилок. Можно стружек, стружка лучше. Эта опилка не так вот хорошо, а стружка лучше. Вот две пригорошни опилок, заливаю обычную воду, ну, воду подливаю через день. По чуть-чуть, по чуть-чуть, прям по 50 грамм подливаю воду, чтобы не сгнило. Вот, вот так вот, смотрите. Теперь дальше все очень просто. Вот это немножко отрезаю, чуть-чуть, счищаю, можно сказать, чуть-чуть. И отрезаю, вот, почти на половину, до половины отрезаю, потому что оно все равно. И вот так вот высаживаю. А вот эту отрезанную часть я не выбрасываю, я его специально, лук споласкиваю, и это, я ее использую. Пробовала отрезать поменьше, оно одинаково приятно. Все равно урожай дает только один раз. А это вот наполовину отрезал, вот так вот выложил. Вот так я всех их уложила. И на подоконнике у меня стоит. Когда надо, вот этот, вот он у меня, когда надо, отрезал, покушал. Но каждую неделю я новую сажаю. А вот эти, то, что останутся, сейчас почищу и использую их дело. Вот, прошло всего два дня. Сегодня 15-е, я сейчас буду выкладывать. Видите, серединки все они уже позеленели, верхушка лука подсохла. Вот, и серединки зелененькие стали выглядывать. Достала луковичку. Вот она, видите, уже проклюнулась. И вышли, выходят у нее корни. Вот, засунул ее на место. Так что, вот в течение недели он вырастет, будет прекрасный лук-перо. Только, когда вот, не давать высыхать опилкам, чуть-чуть, прям по 10-15 грамм воды подливать и все.